Томилин, Константин Если физические константы, то все они в основном были открыты около ста лет назад и нужно здесь их различать Есть размерные и безразмерные постоянные Безразмерные постоянно поделяются математическими соотношениями Размерные зависят от выбора единиц измерения Из этого числа размерных постоянных Есть наиболее основополагающие Такие как скорость света, постоянная планка, элементарный заряд, постоянная больсмана Они являются наиболее фундаментальными постоянными Относительно которых мы можем измерять все другие постоянные Все остальные постоянные выражаются через комбинацию этих постоянных и безразмерных постоянных Те, которые имеют фундаментальный физический смысл А вот тот самый бит, за ним какая-то закрепляется новая сущность, которую следует относить? Или это все-таки, она как-то будет выражаться в физике? Что вообще относить? Что принято относить? Почему их вот столько, почему их не больше, не меньше? Есть вообще представление о том, как мы можем понять, что считать фундаментальной константой, а что нельзя считать? Ну, и если, значит, эти постоянные мы не можем выразить через другие, они наиболее основополагающие. Они говорят в фундаментальных принципах. Но вы говорите о базисных, то есть мы можем любую выразить через базисную. А сколько их должно быть, это можно вообще как-то понять? Или их может появляться больше? Это можно как-то понять? Пока вот этих констант недостаточно для полного набора. То есть не хватает еще одной постоянной, для того, чтобы все величины выражались через фундаментальную постоянную. То есть либо абсолютная длина, либо, в общем, некий абсолютный масштаб. Потому что скорость света устанавливает связь между пространством и временем. Постоянная планка дает масштаб массы. Вот элементарный заряд масштаба. Иногда полезно для анализа размерности вводить разные, так сказать, единицы для разных направлений. Не только одну длину, а если наблюдать, например, симметрия в одной из... Вы имеете в виду, когда анезотропность присутствует? Ну, например, движение в одном направлении, так сказать. И вращение какое-то. То есть в этом случае задача на анализ размерности дает более точное, если мы будем, так сказать, различие по длине. Ну, это такой чисто экзотический случай, потому что вообще для единицы измерения достаточно одной единицы длины, для изменения длины и времени. То, что в системе СИ, например, утверждено, да? Ну, система СИ, да. Значит, система СИ развивалась из практической системы. К ней была, так сказать, большая критика ее. Считали, что она навязывается, как писал один из физиков, агрессивной группы инженеров. Там вводились некоторые постоянные, конвенциональные. Но сейчас именно система СИ становится основой для квадратовой метрологии. Вот именно сейчас происходит реформа метрологии, когда мы от практических единиц, которые когда-то были установлены, там, метр, килограмм, секунды, связанные с определенными, там, ну, килограмм, с массой бруска, вот, длина там. Что-то все-таки появляется новое, я вот пытаюсь понять. Нет, значит, это все равно, что, дело в том, что это все... Или просто сами размерности утрясаются? Нет, направление одно. Мы переходим к фундаментальным единицам. То есть, например, если у нас, мы можем что-то пересчитать, перенумеровать, то, естественно, вот эта одна единица и есть естественная единица. Заряд квантуется. Вот Максвелл написал в трактате, в своем, значит, вот что молекула электричества есть the most natural unit. То есть, заряд – это фундаментальная личина, и его, мы считаем, фундаментальная единица. Элементальная заряда. Да, естественно, измерять в элементарных зарядах. Сейчас, до этого момента, заряд, единица заряда определялась через силу взаимодействия, то есть, через механическую силу. И он не выражается ни через что-то, ни через длину, ни через… Он выражается, выразить можно, но с учетом конвенционального коэффициента, который принимается произвольно. Ну, например, да, с силой тока, да? Да, между силой тока еще там ставится произвольный коэффициент, который вот в разных единицах по-разному принимается. И, на самом деле, естественная единица – это элементарный заряд, как писал Максвелл. А, то есть, то, что сейчас принято, да, как бы силой тока, это уже, как бы, хотят от этого отойти, вы это имеете в виду, и прийти, например, к выражению через заряд. Да, выражаем через элементарный заряд. Значит, будет заряд выражаться, как точное количество элементарных зарядов. Это естественное определение. Просто вот этот длинный период, который, так сказать, когда Максвелл написал, что это наиболее правильно. До сегодняшнего момента прошел большой период, потому что надо было еще найти эффекты, где можно было бы воспроизводить все физические величины с достаточной точностью. Вот, и когда вот появились... Сейчас у нас уже методы накопились, да. Появились лазеры. Появились лазеры, перешли к единице точной значения скорости света. Сейчас вот, многие не знают, что вот сейчас 83-го года скорость света точная величина. У нас длина определяется, как световой отрезок. То есть, она эталонная. Да, она эталонная. Вот, и то же самое сейчас вот реформа уже, так сказать, происходит, уже принято формальное решение делать только вот за то, чтобы метрологи между собой договорились с тем, какие, ну там, с цифрой в восьмом знаке. А решают этот вопрос метрологи. Метрологи, да. То есть, формальное решение уже принято. Вот. И тогда, значит, у нас ситуация... Ну, они это делают для физиков, для удобства больше, или просто потому, что назрелые запутаницы, чтобы не было... Нет, это естественное движение. Переход к абсолютному эталону. Ведь в любом измерении у нас складываются относительно ошибки эталона и процесса измерения. Но если вы берете резиновый метр, там вот своя собственная ошибка. Вот. Помимо того, что вы как-то откладываете. Вот. А фундаментально постоянные, это вот абсолютные эталоны. Опять информацию мы измеряем? Какую-то фундаментальную величину? Или мы ее все-таки приведем к другим физическим единицам сейчас? Будет новая величина? Да нет, ну я не знаю. Мне кажется, что основной... То есть, физике как бы это не требуется. Информация это нечто эфемерное. Это не гидрань с вашей период. Ну, как количество каких-то... Количество бит? Да. Просто количество символов. Ну все ее считают, смотрите. Все считают информацией. То есть, есть какая-то, значит, сущность, которая выражается численно, числом. И это число все считают, умеют сравнивать. Она имеет свою шкалу. Ну, я пока не видел какую-то аргументацию такую существенную, чтобы... Ну, на ваш взгляд, она не фундаментальная. Ну, это... Или она не физическая, или это одно и то же. Нет, ну это какая-то математическая, то есть, математическая. Математическая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok